Адис Абаба. Детские сказки и истории на ночь. Бык и жаба. Когда-то на ферме у озера жил маленький бычок. Он был очень несчастным, потому что был меньше остальных быков на ферме. Он всегда жаловался на это. Однажды он в очередной раз пожаловался своему другу-псу. Я самый маленький бык на ферме. Самый маленький бык в мире. И я ничего не могу с этим поделать. Ну, не начинай, мой друг. Вообще-то ты достаточно большой, умный, красивый бык. Невозможно нам всем быть одинакового размера, не так ли? Да, но почему я не самый большой бык? Послушай, я тоже не самый большой пес в мире. Я уверен, что где-то живет пес больше, чем я. Но я не беспокоюсь об этом. Я счастлив быть тем, кто я есть. А я нет. В озере, рядом с фермой, на которой жил несчастный бык, жила очень самовлюбленная жаба. Она любила хвастаться перед друзьями тем, что была самой большой жабой на озере. Она очень гордилась этим. Я самый большой жаб на этом озере. А тот, кто самый большой, должен быть королем. Отныне все должны называть меня мой король. Но нет закона, что королями становятся самые большие. И нам вообще не нужен король. Почему? Везде есть короли. Например, лев – король джунглей. Но лев не самый большой зверь в джунглях. Там есть, например, слон. Самовлюбленная жаба ненадолго призадумалась, но вскоре ответила в своей обычной хвастливой манере. Но здесь не джунгли. И вы не слоны. Я король и точка. Остальные жабы посовещались и решили преподать хвастливой жабе урок. Но не могли придумать, как проучить ее. Однажды, плывя по озеру, жабы увидели быка, который грустно пасся на берегу. Никогда в жизни они не видели настолько большого существа. «Ого! Какое большое животное!» Тут же у них появилась идея. «Если королем должно быть самое большое животное, пусть вот этот зверь будет нашим королем!» Жабы тут же подплыли к быку и, рассказав ему о своем плане, попросили о помощи. «Но я всего лишь маленький бычок. Как я могу помочь вам?» «Маленький! Ты?» «Мы приведем к тебе своего друга, который очень себя любит. А остальное предоставь нам!» «Хорошо. Но сейчас я должен вернуться на ферму». На следующий день жабы пришли к своему самодовольному другу и сказали, что на другом берегу озера живет гигантский зверь. «Он хочет увидеть тебя!» «Посмотрим на этого вашего гигантского зверя!» Жабы отправились на другой берег реки. Бык уже ждал их. Самодовольная жаба, увидев быка, едва не проглотила свой маленький язык. Но она не подала виду, что испугалась. «Ты тот гигант, который хочет стать королем этого озера!» Бык хотел что-то ответить, но... «Эм... эм... хм...» Одна из жаб поспешно ответила за него. «Разве это не ты сказал, что королем должен быть самый большой зверь? Значит, он должен стать нашим королем!» «И я могу стать таким же большим, как он!» «И каким же образом!» Слушая беседу жаб между собой, бык почувствовал себя огромным и сильным. Впервые в жизни кто-то восхитился его размером. «Вы увидите, как я вырасту!» Тут мистер жаба начал надуваться. «Ква! Я стал таким же большим, как бык!» «Нет!» Хвастливая жаба надулась еще немного. «Ква! Ну как? Я уже такой же большой, как бык!» «Нет!» Хвастливая жаба стала надуваться еще старательнее. Она уже не могла говорить. Она могла только смотреть на других жаб в ожидании ответа. Другие жабы начали смеяться. «Тебе нужно еще немного надуться!» «Посмотри на него!» Хвастливая жаба продолжала надуваться. Она надувалась и надувалась и превратилась в шар. Бык смотрел на жабу в изумлении. Надутая жаба стала такой большой, что уже не была похожа на жабу. Она была так сильно надута, что начала потихоньку подниматься в воздух. В конце концов, она поднялась на высоту быка. Но ей нужно было стать выше быка. Жаба еще поднатужилась, чтобы надуться еще сильнее и подняться выше. Но... Быку и остальным жабам оставалось только смотреть на эту печальную картину. «Это был суровый урок!» Всем стало грустно от того, что случилось с жабой, решившей стать больше всех. А маленький бычок с тех пор никогда не жаловался на то, что он самый маленький. Он принял себя таким, каким уродился, и был рад оставаться именно таким, каким его создала природа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова